Главный трофей рождественского турнира по хоккею остается в Беларуси. Со счетом 2-1 в финальном матче наша ледовая дружина одолела соперников из Финляндии. Поединок получился зрелищным. Скандинавские ветераны дали бой фаворитам соревнований и поначалу даже вели в счете. Но команде президента удалось таки переломить ход встречи и в девятый раз в истории стать обладателем Кубка. За финалом наблюдали несколько тысяч болельщиков, которые съехались со всей страны. По окончании матча хоккеисты традиционно подарками поблагодарили зрителей за поддержку. А маленьким спортсменам на память достался настоящий эксклюзив. Первый номер белорусской команды откликнулся на просьбу и передал детям свою личную амуницию. Александр Лукашенко также поделился с журналистами впечатлениями о турнире. «Появились очень сильные команды, очень сильные, которые могут спокойно играть в чемпионатах своих стран. Что в белорусском чемпионате, это точно. Вот это самое запоминающееся. Это говорит о том, что турнир приобретает все большую популярность. И я уже вижу замашки некоторых других команд, которые, ну, мы в следующий раз приедем. Словакии сказали, Шуплер, тренеры, приедем и говорит, с лучшей командой. Я говорю, а мы вас к россиянам поставим. Россия в будущем году присылает там тоже суперкоманду». «Арабы вас удивили?» «Поразили. Я же начинал там хоккей. Мы приехали туда, там какой-то захудалый кусок льда было. Сегодня там катки строятся, и ребята вон как катаются. Молодцы. Ну, их учат и канадцы, и американцы. И первыми тренерами, которые там были, это Толя Варевончик у нас был и Фальковый. Поэтому наши тренеры были первыми там». Александр Григорьевич, 12 турниров провели уже. На ваш взгляд, какой вам запомнился больше всего ваши личные впечатления? «Конечно, последние турниры первые. Первое это было начало. Думали, как будет, что будет, никто не знал. А последние, потому что, честно говоря, не думали, что победим. Со слабаками было очень тяжело, но что финны так напрягутся, мы не думали». Один из журналистов после интервью тоже получил символический подарок – клюшку с автографом президента. По словам нового владельца, она в ближайшее время будет выставлена на благотворительный аукцион.